Всем привет! Сегодня смотрим с вами Стас Пайдерка Парамиле 3.2 со сталью S110V. Да, и вот с таким вот эксклюзивным цветом рукояти, и это, конечно же, песня. Это парамилька, это красота. Обожаю этот нож. На самом деле у моего отца есть сейчас Парамиле 3.2, уже более 10 лет. Он владелец таким ножом, и у меня был когда-то Парамиле 3.2. Но я, в принципе, предпочитаю немножечко более крупные ножи. То есть в моем владении Civilian, в моем владении Спайдерка Military, в моем владении Enduro. Парамилька, я повторюсь, владел, но сейчас именно не владеет, но с огромным удовольствием. Взял его в руку, вот просто вау. Супер, нож выпускается с 2016 года, тройной клинт, и все-таки есть в нем вот эта магия. Магия умопомрачительного, не выговоришь, реза. Классный, сочный. Вот тот рез, который дает Спайдерка. И вот Парамилька, в частности, это один из лучших резов вообще, которые только встречаются. И я не знаю, как они это делают. Я не знаю, почему, потому что, казалось бы, вроде бы не самое тонкое сведение, не самый тонкий обух. Но то, как режет Спайдерка, это что-то невероятное, на самом деле, ну, стоит попробовать. И это восторг, на самом деле. Я понимаю, почему этот нож множество лет был либо на первых строчках, ну, либо первым, либо на первых строчках в разных топах ножевых рейтингов и так далее. Это, конечно же, шедевр. Шедевр, на самом деле, если вы это не понимаете, ну, извините, как бы, это нужно прочувствовать. Этим ножом нужно попользоваться, повладеть для того, чтобы ощутить. И сейчас у нас версия S110V. И я, честно говоря, держу его в руках и думаю, почему он мне казался маловатым раньше. Сейчас смотрю и думаю, да нет, вообще отлично. Просто замечательно. И думаю, зачем такой большой милитари? Ну, тут как бы такой, ладно, вопрос от ваших габаритов, от предпочтений зависит. Я почему-то в свое время решил, что мне, ну, слишком уж одинаковые ножи. Вот, с другой стороны, здесь у нас Compression Lock. Он, ну, прям классный, прям классный. Вот по ощущениям, по агрессии. Короче, ладно. Давайте начнем с того, что у нас здесь идет два логотипчика. Эрика Глессера и Селла Глессера на ноже. Что это означает? На самом деле, дизайнер компании Spider-ка и основатель компании Spider-ка, основной дизайнер, да, это Селл Глессер. Вот, он эту компанию основал и, в общем-то, обладает сегодня всемирной известностью и он, и компания. Вот, она была основана в далеком 1978 году и ее название является производной от популярного тогда среди разработчиков спортивных автомобилей в США название Spider. Вот, ну и логотип, в общем-то, с паучком, я думаю, максимально известный. Наверное, один из самых известных логотипов вообще ножевых компаний, которые, вот такое вот стилизованное изображение паучка. Ну, я надеюсь, что знают все, кто увлекается ножами. Так вот, Эрик Глессер, это сын владельца компании Spider-ка Селла Глессера, его ученик и преемник. Ну и многие, в общем-то, критики и мастера ножевого дела говорят об Эрике Глессере как о талантливом найфмейкере, то есть изготовитель ножей с потрясающим чутьем, с пониманием конструкции ножа, эргономики. Ну и учитывая, в общем-то, преклонный возраст уже Селла Глессера, вот, Эрик с каждым годом берет на себя все больше функций в работе и управлении компанией, как достойный продолжатель дела своих родителей. Ну и продукцию компании на Blade Show с 2015 года уже представляет широкой публике именно Эрик Глессер. Вот, то есть это нужно понимать, ну и данный нож у них был создан в коллаборации. Military, это разработка Селла Глессера, основателя компании, а, в общем-то, Paramilitary 2 в данном случае у нас, это их совместная разработка, ну и с одной стороны прослеживаются общие черты, с другой стороны, конечно же, это несколько разные ножи, и, безусловно, ну, Paramilitary это более такой городской, более повседневный нож, в плане удобства его использования, я имею в виду как повседневный нож. Вот, потому что клипса, например, четырехпозиционная, то есть ставится в четыре положения, куда вам более удобно. Более быстрый такой удобный замок, опять-таки, большое отверстие осталось в клинке для удобного раскрытия как без перчаток, так и в перчатке. Классная эргономика, чойл, ну вот, все очень даже, ну, с одной стороны, какие-то наиболее удачные наработки они от Military перекочевали, с другой стороны, тут клипса однопозиционная, да, и замок не такой шустрый, и не такой надежный, как compression lock, который используется здесь, это фиксатор клинка, да, вот он, compression lock, как бы он, как будто бы это лайнер lock, да, только с другой стороны сделан, и еще он зажимает клинок, не просто как лайнер, который упирается, а еще и вот этот штифт довольно мощный, уверенный, зажимает между вот, вот, вот этот самый лайнер, зажимается между пятой клинка и вот этим самым штифтом, и получается, как бы, фиксация, с одной стороны, вроде бы, похожая на лайнер lock, но с другой стороны, сильно модифицирована, и вот получается, что такой, как бы, дополнительный предохранительный вот этот самый штифт, он, ну, прям, повышает надежность замка очень сильно, и на модели, Gantin, по-моему, называется модель, заявлено, что compression lock, ну, я так понимаю, это более мощная модель, да, выдерживает около 800 килограмм нагрузки. Да, бывали там у них какие-то случаи брака, крайне редкие, какие-то там в начальных партиях, вот, и там что-то как-то у кого-то держало плохо, но, в принципе, вот сейчас, как бы, насколько я знаю, это вполне надежный замок, как позволяет быстро раскрывать нож, быстро закрывать, приловчиться нужно к ножу, но, как бы, вообще потрясающе, учитывая, что осевой узел – это дистанционная втулка и шайбы из фосфористой бронзы, и тут задаешься вопросом, если все вот так по центру, если все вот так летает, нужны ли вообще подшипники ножу? Ну, как бы, вот такой тоже вопрос немножко риторический, если все вот так летает, зачем люди ставят подшипники? Потому что подшипники – это менее практично, забиться, может, песчинками, там, какой-то грязью, пылью и так далее, и ведь подшипники сложнее обслуживать, и, в принципе, это менее надежно, и вот там вот все, ну, шайбы есть шайбы, и если их могут так классно сделать, почему бы нет? Я все оттягиваю вопрос по стали, на самом деле, сталь – это, конечно же, самое, наверное, главное в этом ноже, в данном случае, потому что, ну, одно дело – обычные версии, там, из S30V, другое дело – S110V, это отдельная песня. Порошковая сталь S110V от Crucible CPM – это высоколигированная, мартенситная, нержавеющая инструментальная сталь, которая содержит довольно большое количество ванадия и ниобия, которые, в общем-то, увеличивают прочность, износостойкость и коррозионную стойкость данной стали. Добавка кобальта увеличивает вторичную твердость, и благодаря такому составу, SPM S110V обладает лучшей коррозионной устойчивостью, даже, чем сталь 440C и SPM S90V. И, несмотря на высокую твердость, сталь обладает превосходной способностью сохранять режущую кромку. Однако, ее рез многие считают недостаточно агрессивным, и, честно говоря, вот посмотреть бы мне в лицо тем, кто так считает. Заточка клинков из стали S110V будет сложнее, чем из стали 440C или даже D2, например, и сравнима с заточкой таких клинков, как SPM S90V. Причем, С110-ка используется в производстве самых дорогих авторских и, в общем-то, крайне редко серийных ножей. Ее твердость в данном случае заявлена не очень высокая, ну, относительно, 60-61 единицы по шкале Роквелла, но, в любом случае, S110V это редкая, это реально крутейшая сталь. И рез у этого ножа ощущается реально агрессивным. Я попробовал почистить им яблочко, я давно не испытывал такого удовольствия, просто удовольствия от реза. У меня постоянно крутые ножи. У меня постоянно эти ножи в наличии, новые, 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 новые. На протяжении уже более 10 лет я снимаю видео про ножи. И я давно просто не держал в руках парамильку. Я взял, я получил столько удовольствия. Я не знаю, как вам это передать. Вы можете думать иначе, брать там любого суперсовременного китайца или там еще кого угодно. Но я взял, я просто получил огромное удовольствие, огромный кайф просто от того, насколько он вот в плане ощущения отреза. Я просто яблочко почистил. Я думаю, это уровень реально. Обух 3,7, сведение 0,6, вес 109 грамм. В принципе, про compression lock, про все это вам сказал основное. Классный нож, очень классный. Я сейчас как-то другим взглядом посмотрел на него. Несколько лет у меня его уже не было. Парамильки. И здесь еще такая вот уникальная версия по стали. Кстати говоря, не знаю, когда выйдет видеообзор, будет ли она в продаже. Но на момент съемки видео он стоит, ну, сопоставимо там с S30. И прям там выгодная покупка. Его прям надо брать. Прям реально надо брать. И возможно кто-то уже возьмет, потому что выход видео будет, может быть, не так быстро. Но на самом деле, опять-таки, можно взять и S30. И в принципе, вот у меня Милитари с S30 больше 10 лет. И я доволен. Я не буду продавать этот нож. Я не буду. Ну, как бы, этот нож, которым я пользуюсь уже более 10 лет, и которым я буду пользоваться дальше. Несмотря на то, что множество модных, различных, там, современных, самых интересных вроде бы ножей у меня проходит через мои руки. Но есть в спайдерка определенный, вот, шарм, определенная харизма. И самое главное, определенное удовольствие от реза. Тот же самый, видимо, знаменитый тройной клин. Видимо, я не знаю, что они делают. Я не знаю, как они это делают. Но ощущение, это просто, вот, супер. Вот, умопомрачительный рез. Это про спайдерка. Хотите, верьте, хотите, нет. Это ваше дело. У меня есть раз спайдерка, два спайдерка, три спайдерка. У моего отца есть эндуро, есть милитари, есть парамилитари. Ну, как бы так, да? Задумайтесь над этим. Вот, немножко. И, в общем-то, я не избавляюсь от своих ножей. У меня много чего было, много чего есть. Но спайдерка дает нечто особенное. Это мое мнение. Вы можете быть не согласны, согласны. Дело ваше. Позиционируется он как Tactical EDC Folder. Классный нож, замечательный. Если вас устраивают габариты, меня в какой-то момент не устроили габариты, я сейчас, я жалею об этом. Я жалею, что когда-то продал свою парамильку со сталью CPM, не CPM, а как она там, 204P. Кто делает? 204P. Слушайте, повылетало с головы. Ну, я думаю, понятно. Вот с такой вот зелененькой рукоятью. Я его тогда перегорел этим ножом, потому что я его заказывал на момент еще пока только анонса у спайдерка. Долго ждал. И пока он не пришел, я, честно говоря, уже там, ну, как-то, не знаю, другие были мысли, домыслы. Сейчас жалею. Вот, поэтому могу сказать вам, что нож потрясающий. Просто потрясающий. Он того стоит. Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками. Всем огромной удачи, всем счастливо. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok